МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Студия Антон Исаичкин. Эфир 41-го телеканала продолжает информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. Синхронное задержание наркозбытчиков произвели воронежские полицейские в разных районах областного центра. Минпромторг признал «Воронеж» лучшим торговым городом. О жизни финансового сектора Воронежской области рассказали руководители регионального отделения Банка России. Вернется ли на остановку перед центральным рынком Воронежа маршрутный автобус номер 125? К событиям в регионе мы вернемся после краткого обзора основных новостей в России и мире. И начнем с международных событий. 16 американских штатов подали иск против администрации президента США Дональда Трампа. Местные власти, включая руководство штатов Калифорния и Нью-Йорк, выступили против президента из-за объявленного им режима чрезвычайного положения в стране. Трамп пошел на такой шаг, чтобы выбить из Конгресса 8 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. По мнению же представителей штатов, глава государства не имеет права перенаправлять средства из бюджета в обход парламента. Напомним, разногласия между президентом и законодателями привели к рекордно долгому шатдауну частичной приостановки работы американского правительства. Варшава отказывается от участия в саммите Вишеградской четверки в Иерусалиме из-за слов о сотрудничестве поляков с нацистами. Саммит с участием премьер-министра в Польше, Венгрии, Чехии и Словакии был запланирован в Иерусалиме на 19 февраля. Глава МИД не поедет навстречу, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий. До этого Моровецкий отменил свой визит в Иерусалим. Это произошло после заявления главы израильского правительства Бениамина Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами во время Второй мировой войны. «Мы не можем согласиться на использование российской риторики в дипломатии», указал Моровецкий. Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел израиля КАЦ заявил о том, что поляки якобы впитывали антисемитизм с молоком матери. Новости ближнего зарубежья. Международная правозащитная организация Amnesty International в своем отчете обвинил украинское правительство в систематическом нарушении прав человека, из-за чего в обществе создается атмосфера безнаказанности. В качестве основных проблем авторы отчета назвали преследование журналистов и активистов, борцов с коррупцией, разгул ультраправых группировок, в том числе контролируемые украинскими властями С-14. Amnesty International зафиксировали более 50 нападений на активистов и правозащитников в Украине в течение 2018 года. По данным местных наблюдателей, количество нападений еще выше около 300. Российские новости. Сроки запуска российского самолета ФМС-21 в серийное производство сдвигаются на конец 2020 года, сообщил журналистом глава Ростеха Сергей Чемизов. США запретили поставлять в Россию композитные материалы, необходимые для изготовления крыльев ФМС-21, и добились того, что и Япония не стала поставлять эти материалы в Россию. Теперь наша страна вынуждена наладить собственное производство этих материалов. Необходимые разработки и российские партнеры, в частности, Росатом уже есть, рассказал Чемизов. Речь идет о так называемом «черном крыле», которое должно использоваться в конструкции МС-21. Механизм, позволяющий наделять садоводческие товарищества статусом населенных пунктов, намерены обсудить в Комитете Госдумы по собственности. Напомним, вступивший в силу в 2019 году закон о садоводстве и огородничестве дал право прописываться на дачах. Это только первый шаг, считает глава Комитета Госдумы Николай Николаев. Уже сейчас многие садоводческие товарищества по факту являются населенными пунктами, которые при этом не наделены никаким статусом. Нужно обсуждать стратегию развития законодательного регулирования этой важнейшей для нашей страны сферы. Законодателям предстоит решить, нужно ли будет таким населенным пунктам соответствовать всем требованиям по наличию социальной инфраструктуры. К происшествиям в регионе тайники исключительно в лесу. Синхронное задержание наркозбытчиков произвели воронежские полицейские в разных районах областного центра. Преступная группа насчитывала 7 человек, а масса изъятого вещества примерно столько же килограммов. С подробностями Денис Баранов. Управление по контролю за оборотом наркотиков Главное управление Водороссии по Воронежской области разоблачило целую группу наркоторговцев. В нее входили уроженцы Северного Кавказа и Азии. Для сбыта небольших партий задержанные использовали мусорки и водосточные трубы. Свертки по увесистей предпочитали прятать в лесу. Причем у задержанных была своеобразная система координат, чтобы случайные лица не обнаружили их тайники. В арсенале были самые популярные сейчас синтетические наркотики, гашиш и даже весьма редкий для нашего региона кокаин. Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков задержаны 7 участников преступной группы, осуществлявших незаконный сбыт синтетических наркотиков на территории города Воронежа. В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято более 6 килограмм наркотиков. Всем участникам преступной группы избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Сбыт розничных партий наркопотребителям осуществлялся путем прикрепления небольшого полиэтиленового пакета с наркотическим веществом и магнитом к металлическим оградам, опорам, линии электропередач, мусорным баком во дворах многоэтажных домов. В настоящее время в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы. Региональные новости. 19 февраля губернатор Александр Гусев встретился с заместителем художественного руководителя МХАТ имени Горького по литературной части писателем Захаром Прилепиным. В ходе встречи Прилепин предложил сделать Воронеж площадкой для проведения фестиваля традиционной культуры «Русское лето». Согласно концепции фестиваля, в течение четырех дней на нескольких площадках предполагается провести ряд творческих встреч, лекций, дискуссий, а также концерты, шоу реконструкторов и ярмарку. Для детей запланирована дополнительная программа. Губернатор поддержал идею и, в свою очередь, предложил рассмотреть вариант совмещения «Русского лето» с мероприятиями фестиваля «Город-сад». Приятно, что Воронеж хотят видеть площадкой для проведения фестиваля русской культуры. Такой формат востребован зрителями. А все, что связано с историей, с нашими корнями и патриотическим воспитанием, сегодня очень актуально, заявил Александр Гусев. В 2018 году Минпромторг признал Воронеж лучшим торговым городом. Об этом на еженедельном совещании в мэрии 18 февраля отчитались чиновники. Какие ярмарочные перспективы нас еще ожидают и кто портит привлекательность городского бизнес-климата, узнавала Галина Жукова. В минувшем году оборот розничной торговли в Воронеже увеличился на 3% и составил более 335 миллиардов рублей. В городе работало 49 ярмарочных площадок и 5 розничных рынков. Все это позволило пополнить городскую казну на 21 миллиард рублей. Для предпринимателей у нас обустроено больше 10 тысяч торговых мест в сфере нестационарной торговли. Таким показателем могут позавидовать ряд регионов. По информации чиновницы, в 2018 году введено в эксплуатацию более 150 торговых объектов, создано около 1000 новых рабочих мест, а прирост торговых площадей составил почти 75 тысяч квадратных метров. Что не цифра, то повод для гордости. Мы опережаем нормативы обеспеченности торговыми объектами по вообще России на 30%. Нормативы находятся около 600 квадратов, а у нас 903. И не важно, что высокая арендная плата торговых площадей для многих предпринимателей явно не по карману. Главное для чиновников задать высокую планку и собрать максимум прибыли. В этом смысле большие надежды городские власти возлагают и на выездные ярмарки, которые так старательно рекомендует Минпромторг. Концептуальные проекты, которые мы в этом году должны ускоренными темпами начать реализовывать, определить возможные места на таких выездных ярмарках, соответственно, нам посмотреть, чтобы максимальное количество продаваемого товара на таких выездных ярмарках, если мы будем их организовывать или от местных товаропроизводителей. В планах мэрии развитие многоформатной торговли, когда вместо привычных павильонов предлагается мобильная красочная ярмарка с легкими сборными конструкциями. Нам есть к чему стремиться. Минпромторгом обозначено, что у нас еще не развито такое направление, как стрит-ритейл. Это когда идут целые торговые улицы, торговые ряды. Мы хотим развить на территории города мобильную торговлю, хотим развить такие легкоформатную ярмарочную торговлю, которая не похожа на нашу сейчас сложившуюся, которая нам досталась за эти годы. Единственное, что огорчает Людмилу Бородину, это результаты мониторинга бизнес-климата в регионе, который проводится уже третий год подряд. И за эти три года, к великому сожалению, рейтинг города Воронежа достаточно невысокий. В этом году нам удалось немного изменить ситуацию. Мы подняли рейтинг на 12 позиций, мы занимаем 18 место из 34. Речь идет о взаимодействии городских властей и бизнес-сообщества, насколько две стороны способны услышать друг друга. Руководительница профильного управления признается, что выстраивать отношения с предпринимателями бывает непросто. Они напрямую задают те вопросы, которые интересуют лично каждого. И в большинстве из них, там, где это не противоречит закону, нами приняты те решения в пользу предпринимателей с теми вопросами, с которыми они обращались. Негативно настроенные люди, они имеют высокую социальную активность. То есть они конкретно сидят в социальных сетях. Поскольку интернет-опрос был, то были реальные самые низкие оценки, поставленные в деятельности городской власти. На планерке речь также шла о мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества. Напомним, что в этом году празднование 23 февраля приходится на субботу. Накануне этой даты, 22 февраля, на Площади Победы запланирована церемония возложения венков и цветов. А завершится День защитника Отечества праздничным салютом в 21 час у дамбы Чернавского моста 23 февраля. Галина Жукова, Игорь Наумов, 41 канал. 19 февраля в Воронежском филиале Центробанка подвели итоги года. В целом, прошлый год работы для Главного банка России стал стабильным. Экономических падений и громких финансовых происшествий в нашем регионе в прошлом году не случалось. Тему продолжит Олеся Олесюк. На пресс-завтраке журналистам рассказали о финансовых делах Воронежской области. Самый популярный вид кредита для воронежцев стал ипотечный. За прошлый год было выдано почти 23 тысячи ипотечных жилищных кредитов. На общую сумму почти 40 миллиардов рублей. По сравнению с 2017 годом сумма выданных кредитов увеличилась почти на 40%. Средний срок ипотеки составляет в среднем около 17 лет. Обычные заемщики берут не более 2 миллионов. Ставка по ипотеке к началу 2019 года снизилась до 9,5% годовых. За прошлый год жители региона взяли 116 миллионов рублей в кредит на потребительские нужды. Кредитование населения выросло на 45% по сравнению с прошлым годом. Росту кредитования населения в Воронежской области способствовали умеренно мягкие условия банковского кредитования. В 2018 году произошло снижение процентной ставки почти до 12,5%, что увеличило спрос. Общий объем судной задолженности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Воронежской области составил почти 407 миллиардов рублей. Больше всего кредитов предоставили предприятиям химической промышленности, пищевых продуктов, предприятиям по производству машин. С 31 января текущего года у каждого жителя России появится свой кредитный рейтинг. Его определят, основываясь на данных кредитной истории заемщика. Высоким, по прогнозам, он будет у 78% россиян. Это 60 миллионов человек. Низкий – 13% – это почти 10 миллионов человек. Растет вообще общий интерес населения к различным инструментам финансового рынка. Это означает, что эти инструменты нужны людям. Кому-то для решения вопросов, связанных с личным потреблением, кому-то для решения вопросов, связанных с приобретением недвижимости, кому-то с удобством использования каких-то удаленных каналов расчетов, проведения платежей. И все показатели говорят о том, что в целом со стороны населения мы видим спрос, растущий на финансовые услуги. Активно с прошлого года внедряется система использования биометрических данных. Пока такое предложение действует на добровольной основе. Собственный голос и лицо позволят человеку пользоваться банковскими услугами, не выходя из дома. Вскоре, уверяют в Центробанке, к новой программе подключатся все банки. Сама система государственная и личные данные будет использовать государство. Однако, согласно данным Фонда общественного мнения, у 76% населения нет вообще никаких накоплений. 55% населения пришлось вовсе отказаться от запланированных трат. Люди были вынуждены отказаться от трат на ремонт, лечение и отдых, покупки бытовой техники и мебели. Свыше 25% населения вынуждены отказывать себе в мясе, рыбе, сыре и колбасе. И 56% населения считают, что сейчас плохое время для совершения покупок в кредит. Если верить ответам респондентов, больше чем у половины населения нет средств даже на оплату кредита. Олеся Лисюк, Игорь Наумов, 41 канал. Маршрутный автобус номер 125 вероятно вернется на остановку общественного транспорта перед главным входом в центральный рынок Воронежа. Переговоры об этом идут между администрацией городского округа и компанией-перевозчиком. Подробнее в нашем сюжете. Новая остановка общественного транспорта на улице Пушкинской у центрального рынка приобретает все больше постоянных пассажиров. Здесь центральный рынок, здесь поток людей. Если сейчас эту остановку не уберут, то, я думаю, она будет востребована еще больше. Пока еще народ не весь узнал и ходят на Кирово. А если отсюда будет уезжать, здесь очень много людей. Все идут с работы на работу через центральный рынок. Наталья, например, работает неподалеку. И новая остановка у рынка теперь позволяет ей экономить полчаса на дороге от дома и в обратном направлении. Допустим, я вышла, села, мне не надо идти. А раньше мне надо было идти, считай, к Чижова, чтобы сесть на 115-й. Ну, обычно на 115-й мы пользуемся. Ну, как раз возле дома. А 125-й не дождешься. 125-й маршрут, остановка которого также планировалось в этом месте, признаков стабильной работы не показал. Изменения маршрута не пришлось по нраву водителям, которые не заметили здесь существенного пассажиропотока. И перевозчик принял решение вернуть 125-й на прежний маршрут. На минувшей неделе последовала довольно жесткая реакция администрации города на этот шаг. На сей момент, ну, как бы по расчету, то, что мы планировали, порядка 20 единиц требуется для нормального, скажем так, функционирования подвоза посетителей к центральному рынку, функционирует 15 единиц. То есть два перевозчика свои обязательства в полном объеме, это 115-й и 20-й, исполняют. Но один почему-то у нас не желает исполнять. Поэтому будут применены меры согласно договору. Перевозчик прислушался и вернул часть автобусов на новую остановку. Правда, судя по всему, четкой системы на маршруте пока нет. Ну, те, которые ходят на маршруты, там останавливают. Ну, 125-й. Ну, там есть штатная остановка, да? А какой интервал движения, не подскажете, примерно? Не знаю. Как начальство скажет, такой интервал. Сейчас, по неофициальной информации, руководство компании-перевозчика, Автолайн ведет переговоры с администрацией города и выходит со встречным предложением вернуть 125-й на обновленный маршрут с остановками у центрального рынка. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, 41-й канал. А сейчас прогноз погоды в Воронеже и Воронежской области. 20 февраля по прогнозам синоптиков регион вернется оттепель. Лишь в Борисоглебске столбик термометра не поднимется выше минус 1 градуса. В Боброве, Лисках и Хохле при нулевой температуре ожидается дождь со снегом. В Острогорске, Рамоне и Семилуках также дождь со снегом и плюс 1. В Бугучаре, Бутерлиновке, Павловске 0 градусов, пасмурном. В Росоши также пасмурный 1 градус тепла. В Воронеже 20 февраля дождь со снегом, температура воздуха плюс 1 градус. Атмосферное давление ниже нормы. 746 мм артутного столба. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Геомагнитная обстановка будет в целом спокойной. Сильная магнитная буря ожидается лишь в первой половине дня. В церковном календаре 20 февраля день памяти преподобного Луки Елацкого. На склонах горы Геликон в греческой Биотии вместе со своей братьей в 10 веке он построил небольшой монастырь, где исцелял больных от душевных и телесных мук. На Луку было принято поминать умерших родственников. По этому поводу говорили, живы родители, почитай, умерли, поминай. В день Луки не играли свадьбы. Знахари и травники на Луку готовили отвары, снадобья и настои. Приготовленные 20 февраля они приобретали необыкновенную силу и считались более действенными. По приметам, красное солнце на закате в этот день предвещало холодное и ветреное лето. Уважаемые телезрители, с декабря прошлого года 41-й телеканал перешел на собственное круглосуточное вещание. С телепрограммой нашего канала вы можете ознакомиться на официальном сайте 41-го в сети интернет. Также телепрограмма публикуется в газете Камелот и на сайте этого издания. А это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире в 6, 7, 9 часов утра, ровно в полдень, в 19.30, 20.30 и в полночь по московскому времени, а также на нашем канале в интернете. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире 41-го телеканала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова